Всем привет, дорогие друзья! С вами First One, а это очередной выпуск, посвященный игре Кризис ВКонтакте. Итак, друзья, сегодня у нас будет выпуск, так сказать, насыщенный клановыми сражениями. Дело в том, что в течение недели я довольно часто принимал участие в клановых боях, поэтому материала накопилось прилично. Хотя не особо часто я все-таки сражался, если быть честным, но достаточно. Принимал участие, как правило, в тех первых трех боях, которые происходят в начале дня, вечером чаще всего не заходил, но все-таки материала хватило. Итак, друзья, приступаем. Ну и хотел бы еще сказать, что я как бы пытаюсь быть максимально объективным, грубо говоря, как журналист, не снимать, не показывать какие-то только победы клана. Я показываю вам все бои, которые у меня были, и победы, и поражения. Где-то, может быть, даже маленько стыдно за какие-то глупые ошибки, но давайте будем объективны и будем смотреть на все бои без исключения. Я думаю, никому не было бы интересно смотреть, если бы я вырезал какие-то проигрыши клана, а показывал бы только победы. Тем более, что у нас видео такое общее дело, поэтому пускай все кланы-участники, которые там сражались против меня где-то в боях, смогут увидеть свою победу, порадоваться за свой клан. Итак, друзья, я вывожу артиллерию. Ее один раз ударили скатом, но она, как видите, до сих пор жива. Это очень приятно. Я ее, кстати, помаленьку качаю на ХП, и благодаря этому она тоже выстояла свой удар со скатой. Это приятно, да? То есть скат на нее потратили, а она до сих пор стоит, и вот врагу пришлось тратить на нее второй авиаудар. А так он мог бы ее приберечь для какой-то другой техники. Так, продолжаем давить. Кстати, вот надо прямо на спаун было войска посылать, чтобы его захватить. Могли бы уже победить. Жалко только, что когда вы производите высадку... Так, вот смотрите, вражеские вертолеты, удар со ската, и нет вертолетов. Так, по количеству нанесенного урона у нас неплохой результат. На левом фланге у нас танк вражеский уже ранен. Дружественный танк цел. Но вот на моем фланге что-то пока что все не так уж, да? Хорошо, тут и войска, и бронетехника. Но в целом, судя по шкале, мы пока что выигрываем. Так, враг выводит еще один танк. Ну давайте им туда отправим штурмовиков в спину. Пускай они попытаются как-то зачистить вражескую технику. Не знаю, что из этого выйдет. Так, ну вот выводим еще один танк. Единственное, что опасно, что он может... Ну, вряд ли он догонит вражеский. Хотя нет, он может еще поравняться с нашим танком. И тогда будут накрывать уже с авиаудара сразу все танки за раз. Это не очень хорошо. Так, вот враг бьет... Вражеский танк бьет по нашему, а наш танк бьет по толпе. Это... это минус. Слушайте, мы теряем второй танк. Все очень печально. Зато наши штурмовики выходят прямой наводкой на вражеский танк. Это большой плюс. Сейчас они его уже и гранатами начнут закидывать. Так, отлично. Наш танк ведет огонь. У меня довольно приличный показатель урона. И, ну, судя по всему, у врага остался последний танк. Поэтому мы тут выигрываем. У нас еще три остается. Хотя, знаете, в течение всей битвы были довольно такие тяжелые моменты, когда казалось, что мы все-таки проиграем. Ну что ж, отличный бой. Тем более, нельзя назвать это какой-то такой, знаете, глобальной победы. Все-таки перевес у нас не такой... Не сказать, чтобы и большой был над врагом. И был ряд ошибок, но, тем не менее, победили. Итак, друзья, наш следующий бой — это бой один на один. Знаете такие, да, моменты, когда... Бой один на один за клан — это как-то маленько обидно. Это, знаете, чувствуешь себя, как будто ты принял участие не в какой-то клановой битве, а в битве за алмазы. Вообще, я вот считаю, друзья, что... Вообще, как таковой практической ценности клановых битв, ну, она не особо заметна. Какие-то небольшие бонусы для тех кланов, которые занимают призовые места... Мой клан, как правило, призовых мест не занимает. Поэтому, ну, казалось бы, можно подумать, а зачем тогда участвовать в клановых боях? И действительно, зачем? Ну, я вижу в этом только фан. Во-первых, весело биться три на три. А во-вторых, ну, это полезно для моих видео. С другой стороны, вот если брать какого-то рядового игрока, мне кажется, надо как-то сделать клановые бои более практичными. Ну, за клановые бои клан получает славу. А что с этой славой делать? Ну, ничего ты с ней не сделаешь. Просто какое-то место в рейтинге. Было бы, я не знаю, на мой взгляд, неплохо, если бы кланы, а даже, я бы сказал, не кланы, а участники клановых боев... Вот, допустим, прошли клановые бои, кто-то поучаствовал, какое-то количество побед произвел, и потом бы уже по завершении ему выдавалась бы награда именно за победы в ходе клановых битв. Допустим, победил он в пяти боях, получает какое-то количество золотых. Там, если меньше, ну, допустим, там, 3-4 боя, получал бы какое-то количество алмазов. Если еще меньше, то просто какое-то количество денег. Вот тогда было бы практичные награды и стимулы воевать. А сейчас, по-моему, больше ради интереса воюют. Ну, или, как говорится, в некоторых кланах обязаловка. Там, несколько раз в неделю человек обязан принять участие в клановых боях, при этом, там, взять всех специалистов и использовать элитные войска. Ну, вот, где-то так. Некоторые кланы серьезно к этому вопросу подходят. Так, ну, вот такой у нас бой получился. Зажимаем уже врага на базе. У нас есть неплохо войск еще в загашнике, которые мы сэкономили и врага победили. Так, наш следующий бой. Ожидаем соперника. Сейчас посмотрим, кто же это будет. На этот раз у нас... Так, против нас клан Чистое Небо. Бой 2 на 2. Так, ну, вот я не знаю, куда снайперы вывести. Давайте вот наш союзник активно выводит войска. Пускай наш снайпер как-то за ними пойдет. Так. Попробуем сюда танк. Правда, опасно, потому что уже у врага штурмовики идут. Но наши штурмовики, наверное, отвлекут вражеских. Пулеметчики для танка не проблема. Так что танку нашему, похоже, ничего особо сильно не грозит. Ну, разве что вот там враг выводит еще штурмовиков. Так, можем снести вражескую артиллерию с ходу. Ну, пока что все неплохо. Враг использует скат по нашему танку. Он его, надо сказать, не убивает. Но вот толпа вражеских штурмовиков все-таки делает свое грязное дело. И у меня в итоге, что у меня есть? У меня есть авиаудар, который некуда применить. Ну, можно на толпу солдат, но лучше бы его оставить для какой-то техники, мало ли. Есть танк, который тоже как-то опасно выводить, потому что там куча вражеских штурмовиков. Поэтому пока что я не вижу какого-то практичного выхода. Вот пулеметчиков вывести, да, была неплохая идея, потому что тут вражеская толпа. Не знаю, закину сейчас танк на край. Может быть, он какое-то время проживет. Смотрите, наш союзник выводит артиллерию. Надо как-то действовать от защиты. Так, ну вот там уже штурмовики подходят к этой артиллерии. Так, в принципе, зря я сейчас послал танк на угол. Мог бы сразу ввести прямой наводкой на врага. У него там в основном пулеметчики. Пулеметчики танку не так страшны. Хотя вот там у него есть еще отряды киборгов или что-то в этом роде. Ну, какие-то войска и спецпредложения. Так что танк у нас защищен пока что. Ну, слушайте, неплохо. Мне поначалу казалось, что мы проигрываем. Но сейчас уже перевес на нашей стороне. 70 тысяч урона я нанес суммарно. Ну, вот у врага там есть один парень, который уже за сотку нанес. Но в целом, в целом мы выигрываем. Так, еще скат использует наш союзник. Не убивает, правда, танк. Еще один авиаудар. Слушайте, живучий танк у врага. По нашему танку враги используют орбитальный удар. Это очень больно было, друзья. Но, знаете, самый большой плюс в том, что артиллерия нашего союзника до сих пор стоит и постоянно помогает авиаударами. И мы побеждаем. Все-таки вытянули. Да еще и войска сохранили. Что ж, приятно. Ладно, отправляемся дальше. Наш следующий бой против. Барабанная дробь. Опять чистое небо. Ну, не знаю, как-то нам сегодня повезло с ними сражаться дважды. Ну, что ж, посмотрим, какой исход будет в этот раз. Ну, и хотелось бы, друзья, отметить, что бой происходит, ну, совершенно то же самое. Те же самые участники. То есть, за меня Константин Кабанов, против нас Андрей Гарин и парень с неизвестным именем и фамилией. Ну, посмотрим. Участники все те же. А вот бой все-таки, я думаю, будет отличаться. Ну, потому что невозможно, да, дважды вступить в одну и ту же реку. И невозможно, наверное, дважды провести один и тот же бой. Смотрите, враги сразу массировано заняли центр. Хорошо, что у нас тут есть артиллерия. Так, артиллерии уже нету. С одного ската ее вынесли. Врагов целая куча. У нас есть огонь на подавление у наших пулеметчиков. Есть анестетики, которые позволят им подольше участвовать в бою. Хотя они только за раз успеют, наверное, огонь за подавление использовать. Потом их уже уничтожат. Так, вывоем танк, но его, наверное, скоро уже не станет, потому что врагов много и они уже подпирают. Слушайте, ну, довольно тяжело нам тут приходится. Вывоем штурмовиков. Меня тут прессует. Наш союзник выводит два танка на поле боя. Причем два танка с комплектом. У меня танки без комплектов. Так, вот она, вот она досадная, ребята, ошибка. Смотрите, мой союзник и я примерно одновременно используем скат по одному и тому же танку врага. То есть ему бы хватило одного ската, а мы потратили два ската одновременно. Вот такие ошибки иногда, иногда стоят поражение. Ну, откуда мне было знать, что он в этот же момент тоже хочет скинуть скат и в итоге два ската летит, это обидно. Могли бы использовать один скат, ну, куда-нибудь, например, вот по этой толпе хотя бы. Так, а вот тоже ошибка иногда использования ската слишком рано. Мог бы артиллерию накрыть, да, а в итоге потратил на солдат. Так, ну ладно, может быть это нам ничего не будет стоить. Все-таки перевес сейчас в нашу пользу. Враг выводит еще один танк. Мог бы с другой стороны свой скат и на танк потратить. У танка ХП побольше. Танк поопаснее. Но в целом, судя по графикам, мы все-таки опять выигрываем. Так, враг использует орбитальный. Нашего танка не стало. Это уже, это уже, друзья, опасно. Но у нас есть еще артиллерия. Хотя она, ну, что-то мне подсказывает, что она не прокачана. Так, да и пулеметчиков я зря так отправил. Надо было их по прямой отправлять на врага, чтобы они отвлекали вражескую артиллерию. Так, вражеская артиллерия бьет, а наша стоит на месте. Вот, поехала в бой и... Да, друзья, еще одна победа. Ну что ж, отлично. Так, следующее наше сражение. Барабанная дробь против клана Арис. Ну, Арис, Арис даже в топе был на тот момент, когда происходило это клановое сражение. Это довольно серьезный, мощный клан. С ними, я думаю, будет довольно тяжко. Я бы даже не знаю. Наверное, в клане Арис и слабых-то игроков как таковых нету. Посмотрим. Так, куда-нибудь артиллерию надо пришвартовать. Ну, мне кажется, она долго не простоит. Ее сразу накроют каким-нибудь авиаударом и все. И дело с концом. Вот и все, да? Все-таки какой-то, может быть, элитный танк, он бы, может быть, и выдержал один удар. Ну, не самого прокачанного ската. А вот у артиллерии совсем мало здоровья. Так, смотрите. У нашего союзника уже подпирают его точку спауна. Надо как-то ему помогать. Так, давайте сюда авиаудар. Выведем вражеский танк из строя. Наш союзник уже послал туда танк. Ну, давайте мы тоже вышлем. А то нам пробьют просто оборону. И тогда мы проиграем. Так, зато по центру у нас тут все вроде бы неплохо. Ну, вот левый фланг страдает. Надо его как-то оборонять коллективно. Так, враги тут и артиллерию выводят. Так, все у нас, похоже, там не слава богу. Ну, ладно. Так, на левом фланге вроде отбились. Здесь у нас полудохлый танк. Но он еще может сделать какой-нибудь мощный залп по врагу. Главное, чтобы его пехота прикрывала. Не, вон там вражеские штурмуяки подходят. Их очень много. Да, танка сейчас не будет. Так, у нас есть еще элитные ребята. Ну, толку от них, я думаю, будет немного. Врагов слишком много. 134 тысячи урона у меня. Ну, в союзнике чуть-чуть послабже. Но там тоже примерно наравне у нас 130, да. Там у нашего союзника то ли 129. Я уже что-то не успел обратить внимание. Ну, уже так, знаете. Ход отчаяния. Уже понятно, что враг победил. У нас никаких резервов не остается. И видите, в чем минус элитки. У них нету каких-то анестетиков. Поэтому элитные войска довольно быстро падают. Ну, ладно. Это наше поражение. Будем надеяться, что в этом, в следующем бою против... Сейчас посмотрим, кого у нас будет больше шансов. Итак, наш бой против... Против клана Кедр. Так, ну давайте сразу попробуем на вражескую точку спауна наседать. У меня довольно неплохие войска. Так что при должном везении можем пробить. Так. Ну, давайте. Наши штурмовики против вражеских. Посмотрим, чьи сильнее. Так, можно снайпера куда-нибудь в эту гущу отправить. Главное, куда-нибудь в гущу. Но при этом еще и в тыл. Там вроде много войск. Так что снайперы, я думаю, успеют понашибать фрагов. Используем скат. Не, посмотрите, какая мощная у него машина. Видать, неплохо прокачанная за алмазы. Потому что мы там примерно только треть здоровья сняли ей скатом. Это своего рода такой танк, который может довольно долго принимать урон на себя. И неплохо наносить урон по войскам. Вот все-таки, видите, наверное, получше прокачивать именно эту машину за алмазы. Почему? Потому что она очень хорошо танкует. Вот я сейчас скачаю артиллерию, но она все равно сносится с одного ската. С одного хорошего и прокачанного ската. Так, у нас тут танки разъезжаются, но они довольно близко были друг к другу. Хорошо, что враг не использовал какой-то авиаудар, чтобы их снести. Так, еще один танк у меня есть. Я даже не знаю, ну куда его выводить? Я его могу только вывести так, что танки будут рядом. Так, и... Да, вот оно. Вот оно, что бывает, когда танки бывают рядом. Их могут накрыть сразу оба. Может быть, стоило, наверное, все-таки его придержать. Но, знаете, вот эта вот ошибка, наверное, моя и большинства игроков, я думаю, в том, что ты испытываешь какой-то зуд, если у тебя есть войска, вывести их прямо сейчас. Иногда, наверное, все-таки предпочтительнее придержать войска и вывести их в нужный момент. Так, тут наша куча штурмовиков выходит на вражеский танк. Я думаю, они его сейчас должны порвать. Хотя он довольно крепкий. Но в целом, судя по шкале, мы прилично проигрываем врагу. И я думаю, мы все-таки этот бой сольем. Враг дайвит. Вон там новые танки выходят на поле боя. Наш союзник выводит элитные войска. Да, по-моему, киборги они называются. Я точно не скажу. Я их называю киборгами. Так. 203 тысячи урона у одного из наших врагов. Вот он, наверное, и задал темп игры. Там дальше 100 и 59. Но они, знаете, каждый следующий враг наносит примерно в половину меньше урона. Да, 200, 100 и 50 тысяч. Но нам этого вполне хватило. Так, ладно, наш следующий бой. На этот раз сражаемся против клана лидеры. Бой 2 на 2. Так, враг сходу выводит танк. Это, наверное, не самая лучшая тактика. Ну, его сейчас сразу штурмаяки и побьют. Все-таки танк надо держать за спинами крепких ребят. Враг даже выводит два танка подряд. Ну, это, конечно, интересный ход. Но, я думаю, глупый. Хотя, надо отдать ему должное. Танки у него весьма прочные. Так. Давайте подорвем вражескую артиллерию. Также отскочила на снайпера. Ну, и по другим войскам прошлось. В целом, пока что даже не ясно, кто побеждает. У нас зато с войсками мне нравится, что идет снайпер, который неплохо отстреливает вражеских солдат. Так. Так, у нас два танка уже выходят вплотную на врагов. На штурмовиков. Те, конечно, его сразу же закидывают с РПГ. В общем, приятного мало. Знаете что, ребята, я думаю, надо уже... Вот там наш союзник вывел артиллерию. Мы как-то в атаке не справляемся. И зря я вот сейчас посылал все эти войска на передовую. Надо уже как-то отъезжать в тыл и пытаться, ну, держать оборону поближе к нашей союзной артиллерии. Тогда, может быть, мы сможем под ее огнем как-то справляться. Давайте будем как-то пытаться и перекрыть подход вражеских войск к нашей артиллерии. Пускай она их накрывает огнем с небес. И, может быть, тогда что-то нам получится вымочить. Так, отправляем наших пулеметчиков. Они как раз созданы для того, чтобы косить большие толпы врагов. Правда, они весь свой шквал огня слили на одного бойца. Ну ладно, пускай остальных добивает вручную. Похоже, мы все-таки тут выигрываем. Враг добрался до нашей артиллерии, но она уже свою основную работу выполнила. Она хорошо накрывала толпы врагов. И все, добиваем последнего солдата. У нас еще и танк. Неплохо. В итоге мы все-таки побеждаем. Примерно одинаковое количество урона у всех, причем и у нас, и у моего союзника, и у наших врагов. Довольно интересный бой получился. Так, ну ладно, у нас следующий бой против клана On The Run. Я не знаю, как-то во время бега, наверное, перевести вот что-то в этом роде. На пробежке. И это бой, опять же, друзья, один на один. Ну что ж, здесь все зависит от меня. Здесь нельзя сказать, что у меня был слабый союзник, поэтому мы не победили. Ну что-то в этом роде. Хотя я пытаюсь никогда такого не говорить. Даже если это имеет место быть. Потому что можно добиться эффекта буберанга. Да, где-то ты сильнее, где-то твои союзники сильнее. В общем, надо к этому всему относиться снисходительно. Так, ну вот у нас танк на юге. Один на один выходит против вражеских солдат с РПГ. Это не очень хорошо. Посылаем штурмовиков как-то его отбить. Выше у нас танк пытается там как-то лечиться. Его, правда, бьют пулеметчики. Но пулеметчики бьют по танку слабо. Вот была бы пехота, подошли бы с одного залпа РПГ, а разнесли бы. Ну что ж, пускай пока едет, пускай пока лечится на ходу. Элитный танк у нас что-то застрял на месте, никуда не едет. Нанизу у нас идут два отряда вражеских пулеметчиков. Мы можем, в принципе, им навстречу отправить танк, потому что пулеметчики, ну, против танка очень слабы. Ну вот у нас и танк. Итак, элитный танк танкует. Пускай пока защищает базу. Высадим еще один. Штурмовиков я тут у врага не вижу, так что опасаться нам, по сути, нечего. Ну вот враг опять выводит пулеметчиков. Это не страшно. Выводит. Угу. Выводит тяжелую артиллерию. Ну, давайте отправим тогда отряда штурмовиков справиться с ней. Пойдем через верх, там где нету пулеметчиков у врага. Так, артиллерия буквально за три залпа выносит наш танк. Выносит второй танк. Блин, опасная вещь вот эта вот. Но я думаю, сейчас штурмовики дойдут до нее и покажут ей, кто здесь хозяин. Если бы он ее вывел где-то пораньше, ну, она могла бы еще больше дел наворотить. 118, 119 даже тысяч урона у нас. 110 тысяч урона у врага. Примерно мы были на равных, но я все-таки победил. Итак, друзья, наш следующий бой против, опять же, против клана Арис. Ну, знаете, можно, там, я не знаю, можно, наверное, уже сдаваться. С этими ребятами довольно сложно тягаться. Ну что ж, пробуем. Раскидываем сразу пулеметчиков. Моя задача в этот раз держать центр. Ну, я маленько укреплю левый фланг. Мне кажется, там нужна наша поддержка. Отправляем штурмовиков. Хотя, не знаю, ну, вот там вражеская машина каеет. Так, тут все. Эх, вы знаете, моя ошибка была, наверное, сейчас, что я вывел вот этот танк. У нас и так тут все в танках. Да и еще они собираются в одну большую кучу. Это не самая лучшая идея. Сейчас сразу и накроют два танка. Да, так и есть, друзья. Тут даже к гадалке ходить не надо. Увидел два танка рядом. Сразу бей из ката. Вот я там вижу два танка у врага рядом, да? И артиллерию. Вот. Ну, ладно, разменялись. Они нам два танка. Мы им танк и артиллерию. У нас, кстати, еще и живые остались. Хоть и на хитах. Так, в целом мы пока что, ну, мы пока что, я бы сказал, наравне. Хотя мне наша зеленая полоска кажется чуть побольше, чем у врага. Но это еще ничего не значит. Неизвестно, какие там войска у врага в загашнике. У меня вот сейчас, ну, я не знаю, куда выпускать войска. Надо наш танк поддерживать, чтобы его враги не били. Поэтому отправляем пехоту на перерез. Чтобы они как-то танковали за наш танк. Так, а у нас там... Так, давайте еще сюда танк. Блин, а у нас там на левом фланге враги прорывают и захватили флаг. Вот она, ребята, ошибка. Свои флаги надо охранять. И, ну, обидно, обидно, товарищи, получилось. Да, думаю, друзья, всегда надо как-то пытаться страховать своих друзей. Если вы видите, что, допустим, ваши союзники, ну, не совсем справляются с обороной своей линии. Надо высылать войска им на поддержку. Ну, вот, к сожалению, что-то где-то не уследили, вовремя не помогли. Так что вышла такая ерунда. С одной стороны, может быть, даже как-то стыдно такое выкладывать было. Но, как я и говорил в начале, что хочу быть максимально объективным и показать сразу все бои. Вот смотрите, у нас сейчас я отправил танк. Знаете, вот у меня одни танки в моей сетке и у моих союзников тоже. А куда их отправлять? Вот напрямую против вот этой толпы штурмовиков не получается. И в итоге у нас тут вся техника в одном углу собрана. Закидывай не хочу. Две артиллерии, три танка и никакой пехоты в поддержке. Да, у нас есть скат. Можем сейчас тоже вдарить по вражеским танкам. Так, похоже, сразу два задели. Да, неплохо. Наша артиллерия в углу продолжает массированно бить по врагу. Но вот плохо, что у нас как-то солдат нет. Враги вот подходят, прорывают. Ну, не знаю, сейчас будем пытаться им отправить что-то на перерез. Сейчас ребята уже подходят к нашим артиллериям. Ничего себе, как он больно ее просто с одного РПГ практически за залп и уничтожил. Артиллерию нашего союзника, вот наша еще пока стоит в самом уголке и продолжает бить по врагам. Я думаю, буду дальше ее качать. Я и так сейчас активно ее качаю, потому что, ну, мне кажется, она наиболее сподручно будет нам все-таки не в клановых битвах. Потому что в клановых битвах ее, как правило, быстро накрывает с авиаударов. А вот именно в ходе ивента, я думаю, она нам неплохо должна помогать. Потому что, ну, ее можно будет куда-то поставить в тыл и, ну, пытаться играть от обороны, уничтожать массовые там какие-то скопления сильных врагов. Ну, в общем, будет помогать проходить миссии в защите. И тем более она неплохо ведет себя вместе с минометчиком, когда их можно запереть поближе к базе и обороняться. Как вы видели, я использовал эту тактику в ходе прошлого ивента. Так, у нас 143 тысячи урона. И, судя по шкале, мы проседаем. Так, вот там враг подходит к дружественному флагу. Надо уже отправлять на перехват солдат. Ну, хорошо, что враг высаживал не на флаг свои войска, так бы мы уже проиграли. Но мы, похоже, и так, и так проиграем. У врага тут два танка подтягиваются. Мне уже нечем защищать нашу артиллерию. Войск просто не осталось. Она браво сражалась. Она неплохой, наверное, урон суммарный нанесла в ходе всей битвы. Но вот у меня войска кончились. И это поражение. Ладно, друзья, на этом закончим наш сегодняшний выпуск. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.